здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы свяжем вот такой вот восхитительный узор такие вот лапки они ажурные вот смотрите я сначала связала на темном фоне ну чтобы вам было лучше видно вот он как смотрится на светлых нитках такие вот дырочки без изнанка изнанка тоже такая интересная достаточно тоже может использоваться как отдельный узор вот я считаю что этот узор нам подойдет на любые на вот эти вот популярные французские кофточки летние из мохера вот очень красиво будет я его назвала гусиными лапками и так разбирать буду на одном рапорте который состоит из 6 петель плюс 3 петли 2 петли кромочные и 1 для симметрии то есть всего у меня девять петель на спицах и и так первый ряд последнюю петлю для симметрии рапорт она не входит она просто для симметрии 1 лицевая 5 изнаночных вот это и есть наш рапорт 1 лицевая 5 изнаночных так и еще одна лицевая для симметрии значит изнаночный ряд по узору как смотрят петли если в круговой то тоже по узору как смотрят петли если в круговой то никаких петель соответственно для симметрии нам набирать не нужно третий ряд тоже как смотрят петли 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая и четвертый ряд тоже как смотрят петли 1 изнаночная 5 лицевых и 1 изнаночная далее 5 ряд 1 лицевая 2 вместе изнаночной далее вот следующая петля она центральная из этих пяти петель которые у нас 5 изнаночных отпускаемся вниз 1 2 3 4 вот то есть в последний ряд и из последнего ряда вытаскиваем дополнительную петлю оставляем на правой спице провязываем изнаночную петлю и из этой же дырки достать достаем одну дополнительную то есть у нас по сути из дырочки две дополнительные петли далее провязываем две петли вместе изнаночной лицевая и кромочная это был пятый ряд 6 ряд изнаночная 5 лицевых 1 2 3 4 5 то есть вот эти дополнительные петли мы провязываем лицевыми изнаночная и кромочная 7 ряд 7 8 9 и 10 мы вяжем как 1 и 4 то есть по сути мы сейчас начинаем с первого ряда 4 ряда мы вяжем по узору итак пятый ряд нашего рапорта это он так выглядит он по сути 5 считается рапорта но мы его вяжем вот таким вот образом 1 лицевая 2 вместе изнаночная далее мы уже не считаем здесь у нас это будет 5 дырка мы просто продеваем спицу не считаем 1 2 3 4 4 у нас было здесь то есть потому что у нас было 4 ряда здесь же мы спицу одеваем сюда вот пятую как бы дырку прям под вот эту вот лапку и вытаскиваем дополнительную петлю одна изнаночная и опять же дополнительная петля 2 изнаночные вместе лицевая кромочная вот понятно вот таким вот образом образуется третья дырочка вот две дополнительные петли и третьем вытаскиваем именно видите получается вот это вот дырочка красиво все девчонки и так далее так продолжаем 6 ряд по узору и опять с первого ряда и и считаем вот это 1 2 3 4 только в начале вязания вот где мы находимся у резинки либо у кромки у края какого-то вот далее мы просто продеваем вот сюда спицу вот в дырку которая у нас уже есть все девчонки на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока